Привет! С момента выхода 15 серии айфонов прошло несколько месяцев, а слухов о будущем 16 поколении становится все больше и больше. Так что давайте посмотрим, что для нас готовит компания Apple к осени 2024. В Купертино догадываются, что дизайн айфонов, который мало менялся с 12 поколения, уже утомил покупателей. Более того, многие из них хотели бы видеть что-то более отличное внешнее, чтобы солидного человека в метро не путали с владельцем старого айфона. И вроде как в Apple готовят новое оформление камерного блока, причем как для базового айфон 16, так и для Pro версии. Первому достанется вертикальный блок из двух глазков, а вот айфон 16 Pro приписывает чуть ли не треугольник из трех глазков, вписанный в квадрат. Но это пока довольно невнятные слухи. Вот что можно утверждать точно, так это то, что у 16-х будут новые расцветки. Pro версиям приписывают два принципиально новых цвета. Desert Yellow, он же Desert Titanium, который внешне похож на айфон 14 Pro, но более глубокий. А также Siemens Grey, он же Titanium Grey, похожий на Space Grey, который, если вы помните, был в айфон 6. Инсайдеры, близкие к процессу разработки нового поколения смартфонов, утверждают, что диагональ экрана айфон 16 Pro будет увеличена с классических 6.1 до 6.3 дюймов при сохранении Dynamic Island, разумеется, всеми нами очень любимого. Очевидно, что это скорее всего и коснется базового айфон 16. А вот будет ли увеличен Pro Max и просто Max, это вопрос. Высока вероятность, что в новой прошке появится телеобъектив с тетропризмой и пятикратным оптическим зумом, впервые показанный на айфон 15 Pro Max. Ту самую камеру, которую так полюбили контентмейкеры. Возможно, перепадет по камерам что-то и базовому айфону. Издание MacRumors предполагает, что Apple может перейти на 48-мегапиксельный модуль и в ультраширокоугольном модуле. Айфон 16 Pro и Pro Max будут по-прежнему оснащаться 8 гигабайтами оперативной памяти. Возможно, базовым 16-м увеличат ОЗУ до этих самых 8 гигов, но есть и вариант, что оставят 6 гигов. Остается открытым вопрос, будут ли в Купертино увеличивать базовый объем накопителя. Но, учитывая традиционную жадность Apple, проблема перехода на 256 гигов как базу, я думаю, оставят на какой-нибудь айфон 17-18. Айфон 16 и 16 Plus будут поддерживать Wi-Fi версии 6E, работающие в диапазоне 6 ГГц и обеспечивающие более высокую скорость беспроводной связи, уменьшая помехи сигнала при использовании совместимого роутера. Напомню, что в линейке iPhone 15 поддержка 6E доступна только дорогим моделям Pro. Что интересно, iPhone 16 Pro Max приписывает батарейку большего размера, что позволит достичь самого длительного времени автономной работы, когда-либо предлагаемого в айфонах. iPhone 15 Pro Max в настоящее время заявляет о 29-часовом времени автономной работы, так что, возможно, 16 Pro Max впервые в истории проработает более 30 часов. Ранее сообщалось, что iPhone 16 Pro Max будет оснащен батареей на 5% больше емкости, чем у его предшественника. Традиционно премьера новых айфонов пройдет в сентябре в Купертино на специальном мероприятии. Говорить о ценах на iPhone 16 и все остальные модели пока рановато. Но аналитики уже утверждают, что в Apple решатся оставить цены на текущем уровне, ну чтобы не распугивать своих традиционных покупателей. А как тебе будущий iPhone 16 и всевозможные прошки? Купил бы ты этот смартфон или ну его этот айфон вообще? Пиши в комменты, там мы и общаемся. Лайк, подписка, все как обычно, не забывай про телегу. Пока, пока.